Первое, что хотел бы сказать, это очень-очень сложно было играть. На самом деле, Рязаня одна из тех команд, которая играет в футбол, которая показывает красивую игру. В первом вставе я даже не думал, что нам так будет тяжело. Мне, как главному тренеру, пришлось, первые 45-х три замены мы сделали. Видел, что многое не получалось, но все зависело от соперника. И вот своему коллеге хочу сказать огромное спасибо за ту команду, которую он построил. Они играют в остро-атакующих, быстрых футболах. Причем с таким давлением, что на самом деле, я, наверное, первые 15-20 минут просто в шутку был. Что наша команда не может, мы никогда так не играли, что мы не могли ни пас не отдать, ни отобрать, ни убежать. Такой футбол получился, что антифутбол у нас получился. И еще хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, которые, наверное, со следующего матча, у нас последний матч домашний. Пусть они с самого начала кричат, играет торпеда твою мать. Пока наши футболисты не простуются. Ну, немножко они получили, конечно, в перерыве. Вы знаете, я спокойный человек. И никогда стараюсь голос не получать. Но сегодня в перерыве, конечно, кто-то получил, кто-то заслуженно получил. Но играли безобразно. Первый тайм. Я с болельщиками вообще полностью согласен. Это нужно было кричать с пятой минуты. Как мы первый мяч запороли, второй там не приняли, здесь не отдали. Стыдно за первый тайм. Но второй тайм вышли с хорошим настроением, с хорошим движением. Ну, спасибо Артуру, Галаян, который забил красивый гол. Второй гол. Но на самом деле о футболе хотел бы сказать, что Рязани, ну, она, наверное, одна из немногих команд, которая играет в футбол. Они два защитника, да, у нас сегодня не играли основных. И в любом случае она всего не столько нам проблем сделала в первом тайме, что я изначально сказал, что будет непросто, что команда будет делать все, чтобы торпедо забрать очки здесь. Здесь вообще на самом деле любой команде очень непросто. Но я, знаете, благодарен своим ребятам за то, что они выдержали эту нагрузку. И второй тайм вышли с огромным желанием, с темпераментом. И смогли завершить этот матч победой. Ну, комплимент хочу сказать главному тренеру за то, что он создал такую боеведоспособную команду, которая, я считаю, что должна, ну, в пятерке должна быть однозначно. Спасибо. Данил, во-первых, я хотел поздравить соперника торпедо с победой и с хорошей игрой в концовке игры. А так, если и коротко, понимаете, вот чем, что мы увидели сегодня, вот две команды торпедо и мы, допустим, замены, которые были сделаны с соперником, вот эти все замены усилили игру. А у нас получилось так, что, когда начались замены, мы, особенно сегодня, ну, молодежь вышла и все равно не сыграли так, как нужно играть. Мы не усилили вот своими заменами. А так, я считаю, первый тайм, да, и первая половина второго тайма еще более-менее игра нормальная, такая равная игра шла. У нас там пару таких моментов было, могли бы забить, могли бы дожать, не дожали. И в итоге получили очень такой гол хороший, который был забит в наши ворота. Я бы не сказал, по-курингу, он очень хороший, исполнил, вот по исполнительскому мастерству, конечно, был показательный. Вот этот гол и определил характер игры. И потом уже мы побежали, хотели вот отыграться там, но все равно ничего особо не создали впереди и пропустили еще второй гол. Я считаю, ну, претензий к ребятам нету. Конечно, там ошибки были, разберем, посмотрим. Ну, вот так, мы сыграли ровно столько, сколько, наверное, все-таки позволил соперник. Хотя, опять же, первым таймом особенно, ничем мы не уступали, а местами даже интересно, чем выглядели. Просто надо было забить гол. Если бы забили мой гол, наверное, игра совсем другая пошла бы. Но получилось так, как получилось. Поэтому, в принципе, особо претензий к ребятам по движению, по самодаче. Я буду честен, если я скажу, никак претензий к ним нету. Конечно, ошибки были. Надо в этом разобраться. Почему, как и что. В этом плане, я думаю, надо пахать, работать и работать. Потому что другого пути нет.